всем привет друзья в этом видео мы с вами определим и проголосуем является ли сканин королем дорог как ее кличут или же все-таки нет каким способом мы проголосуем я вам сообщу в конце видео но сразу хочу отметить что таким образом я думаю вы никогда в жизни не голосовали и значит второй ключевой фактор сегодняшнего видео будет на протяжении видео я вам сообщу о том как я разыграю один супер приз хочу отметить что это очень хороший супер приз будет и какие будут условия его розыгрыша я вам также сообщу в течение видео мы собственно находимся в норвегии сейчас едем швецию я расскажу все что накопилось у меня за 20000 километров до я проехал 20000 километров на этой скани новой хочу напомнить что у меня скания супер 2023 года 500 сильный мотор это абсолютно новая линейка моторов скани они я рассказывал обзоре ссылка по описанию то не смотрел смотрите расскажу про расход какой средний как она едет в гору короче все основные моменты этого тягача будет очень интересно поехали прямо сейчас мы трогаемся под горку я кстати кое-что еще заметил что я завел грузовик и у меня обратно он был в к режиме ну потому что вроде бы как я глушил его на power в общем подымаюсь я в сторону границы швеции норвегии 30 тонн у меня веса как всегда ну чтобы быть более точным у 29 тонн друзья кто за что топит кто-то за скани кто-то за вольву кто-то за маны кто-то задав вот но у меня друзья в целом речь идет о работе в скандинавии о работе на трехосном тягаче и здесь я все остальные тягачи просто откидывал оставляют только единственную вольву кто может соревноваться со скани кто не был скандинавии и думает что у него дав крутой или ман вот то но вы ребята ошибаетесь целом хочу сказать впечатление у меня скани конечно же очень хорошие до этого на новых будках я не ездил никогда и хочу вам сразу сказать что этот тягач лучше всех управляется чем когда-либо я управлял значит давайте начнем я ездил я ездил на из трехосников ездил только на вольве и на скани евро 5 то есть на белой в которой я работал в херентесе видосы на канале есть забыл я сказать про рано конечно же ездил на трехосном рано но видимо настолько она убога что мне даже не захотелось о нем вспоминать ну там понятное дело белая была старая там год был 2000 наверно 12 или какой перед был рессоры коробка более тупая конечно же да мотор был в 8 160 и кстати вот этот мотор тянет лучше чем тянул тот мотор ну там мы спишем что умерла там уже за столько лет за десять лет и больше чуть-чуть что несколько лошадиных сил там уже потерялись вот но здесь но вот это двигатель который как заявляет скани что-то абсолютно новый двигатель и мол то что что у них была рядная шестерка раньше это никак не относится к этому здесь он тянет он реально тянет он очень хорошо тяжелым весом себя ведет могу так сказать вот я надеюсь пройдем границу у нас будет затяжной длинный подъем я вам продемонстрирую с какой скоростью я туда с 30 тоннами буду залетать в общем почему это все да мощность там как она тянет в гору а все просто потому что зима в скандинавии работа основная это зима и зимой у нас тягачи должны валить просто в гору если он в гору не валит то вы попадете на бабки или вам нужно будет чаще надевать цепи а так когда вы уверены в своем тягаче вы уверены в своей резине и так далее вы там знаете дорожную обстановку что происходит вы можете очень часто проскакивать места где вроде бы нужно надевать цепи вы можете проезжать без цепей вот единственное конечно всегда стоит учитывать фактор неожиданности вот да вот поворотик например за поворотиком хоба и стоит кто-то раскоряченный вы пам и прилипли ну здесь дело такое уже конечно каждый выбирает сам надевать ему цепи не надевать цепи это первое второе бывает когда принудительно вас заставит их надеть как это было у меня на моем канале видео о седьмой дороге когда ехал на белом трехоснике значит в этой скани 3 режима и к стандарт и power в целом я вот так вот немножко тестировал и могу сказать что стандарт для меня как-то вообще он бесполезно почему бесполезны потому что дом почти то же самое что и к он также раскидывает скорость ну не конечно не за столько долгое расстояние да там перед горой или что-то еще как бы я не пользуюсь я пользуюсь только эко и power значит смотрите не путайте сейчас будете написать вот там это так это сяк каждый год разные прошивки вот ну и меня естественно сама новая прошивка то есть у меня возможно системы какие-то будут работать не так как у кого-то работают эти качи там 17 года 20 года и даже 22 года вот поэтому у меня немножко по-другому это все дело выглядит также много писали проблема там работа с кондием работа там с круизом с датчиками с аварийным торможением приближением и так далее у меня я хочу сказать нареканий никаких нету по этому поводу приближение очень хорошая выставляете дистанцию все как бы без проблем она держит ну едет не могу ничего сказать про это по поводу датчиков полос иногда реагирует когда нету разметки узкая дорога реагирует на непонятно что типа сама определяет где центр или что она делает то есть но это загадкой остается бывает такое в целом я постоянно практически езжу с включенными всеми датчиками и вот я работаю по норвегии периодически где-то узкие дороги проблем у меня нету никаких не на ке там на ограждение что-то еще повороты за ворот она не реагирует так пройду таможню и продолжим я между границей швеции и норвегии там у меня швеция там у меня норвегия по поводу сюрприза какой именно будет этот выигрыш я не скажу об этом вы узнаете в одном из следующих видео может быть через дом может быть через два значит что для этого требуется а всего лишь требуется написать комментарий и чей комментарий под этим видео наберет больше всего лайков срок будет у нас месяц набора этих лайков то собственно и получит этот супер приз значит и ранжироваться комментарии будут не так как всегда и у всех бывает что первый популярно а потом пошли ниже ниже нет будут все от нового чтобы была честная конкуренция все комментарии будут ранжироваться от нового комментария ну и поэтому вот чей комментарий наберет больше всего лайков как я уже говорил тот и получит этот приз отправлю в любую точку мира без всяких проблем и собственно потом я покажу вам скриншот из своей студии где написано количество лайков комментариев вы сами в принципе сможете увидеть то есть поэтому никого обманывать не собираюсь ну и вот на дату выхода видео отсчитываем ровно месяц и будет видео с результатами ну и в ближайших видео я сообщу что же это будет за приз голосование название короля дорог а также розыгрыш приза будут проходить только на ю тубе поэтому зрители дзена и фейсбука переходите в youtube на это видео и там участвуйте пишите ваш комментарий и может быть вам повезет и вы выиграете приз ну и также естественно там голосуйте напомню что в конце видео я вам озвучу условия голосования но сейчас мы выдвигаемся на затяжной подъем чтобы проверить как же тянет скания супер да теперь я с уверенностью вам скажу что после того как вы глушите машину и обратно заводите почему-то машина встает в режим эко по умолчанию ну и пока я добираюсь до основного подъема сейчас быть первый небольшой и потом длинный 2 будет такой хороший и будет очень четко видно режим эко у нас светится зелененьким режим стандарт у нас не светится вообще и режим power у нас светится такими вот голубыми так сказать цветами буду залетать естественно на самой большой скорости на режиме power 7 процентный подъем нас ожидает с вами для скандинавии 7 процентные подъемы это вообще как бы пыль вот но так как это у меня постоянный маршрут тоже здесь немаловажно мне понимать на какой скорости я смогу заехать а в дальнейшем возможно мы с вами сравним как же будет сюда заезжать скане в 8 530 которая у нас на фирме ну и сейчас собственно вот начинается у нас подъемчик все получилось я иду с максимум коробку я никакую не трогал и никогда не трогал и нигде как когда на вольве работал с ай-шифтом так и здесь здесь уже ничего не надо трогать умнее вы коробки не являетесь это точно и в режиме кстати да power коробка начинает работать гораздо шустрее чем в режиме стандарт или в режиме эко она очень хорошо отстреливает передач по поводу коробок единственная коробка которая переплюнет сканью это вольво конечно же вольво айшиф долл клатч она одну передачу включает вторую подготавливает так как и в обратную сторону то есть понимаете система работает автомат калашник она просто отстреливает эти передачи то есть ну круче коробки в мире просто-напросто нет мерседесы там дафы маны они просто вообще в гору никакую не едут их не коробки не подходят для условий работы в скандинавии скане в принципе с этой коробкой новой так как тоже они заявляли что здесь то есть в супер да у нас новая коробка новый двигатель и новый мост вот они говорят что как бы коробка тоже новая ну что у нас 50 километров в час 49 так и вот мы выходим на вершину на 40 8 49 ну все уже начался даже разгон то есть в результат отличный скажу что по этой дороге я ездил и на рено и на volvo и на собственно скане его 8 белой на которой на старой я работал у всех были результаты с 30 тоннами хуже потому что сюда я ехал только с одной точки с бода с мусором и вот я на всех фирмах этот мусор отсюда и вожу вот какое-то у меня такое проклятое место что тянет меня к бода и к именно к этой к мусорке этой по поводу расхода топлива скане тоже заявляла что очень экономичные будут мотора и реально она не соврала на данный момент у меня расход вы можете посчитать сами делим общая расходованное топливо на километраж умножаем на 100 им вы получите мой результат то есть результат 26 литров то есть прикиньте для трехосника и для работы в скандинавии до летнее время зимой конечно же будет больше это само собой но и летом я лично таких результатов не помню на автомобиле к сравнению вам скажу вот весь летний сезон я отработал на двухосники европятом у меня расход был 31 33 зимой на белой скане его 8 у меня было трехосники 45 но это нормально это старые динозавровские моторы там никаких эко режимов вообще ничего там нету они жрущие да но здесь ситуация совсем другая у нас рядная шестерка которая очень экономно и при этом она тянет да я понимаю что возможно ресурс мотора уже будет там не такой но нам на это на самом деле плевать в данное время посмотрим пройдет год 234 когда эти моторы откатаются и будет видно насколько они хороши или насколько они плохи что же решил я выйти подышать свежим воздухом я постараюсь здесь сейчас пройти кстати я не помню рассказывал я или нет вот опасность по таким камням гулять потому что иногда они так сказать могут пошевелиться и у вас нога может просто-напросто попасть в очень нехороший капкан ну и вот в целом вы можете тупо сломать поэтому всегда нужно быть осторожному по передвижению по таким камням класс класс я здесь лежачок бы кого-нибудь положил бы и покайфовал бы так ну теперь мне главное увалиться туда эх водичка водичка кстати не такая уж холодно в общем с двигателем я думаю все понятно с коробкой тоже все понятно следующая мост мост ну я не знаю как его куда относить не будем вообще его касаться третий немаловажный фактор для работы в скандинавии это у нас горный тормоз и ретардер и в скане в сочетании все они они вместе моей комплектации это просто супер результат скорость держит с хороших спусков очень отлично то есть ну тормоза в скане перегреть в принципе нереально если все по уму делать плюс основное торможение тоже шикарная вот они основные собственно функции для работы в скандинавии в том числе и зимой и здесь они все на высшем уровне значит управление тоже управление это лучший грузовик которым я когда-либо управлял volvo идет на втором месте скажем так по всему основному зеркала то есть окна здесь я никаких претензий не имеют тоже все отлично просматривается огромнейший конечно же плюс что управление электронная двумя этими зеркалами слепых зон то есть шикарно все зеркала настроили все четенько все видно да столик конечно же если мы его убираем у нас добавляет она немножко нам еще больше обзора то есть в целом обзор шикарно окна большие тоже классно меня сама больше что наверное радует и нравится в скани это вот ее вся вот эта вот часть то есть так сказать рабочие полностью место ну это круто да с моим ростом то есть возможно кто высокий очень там высокий и большой ему там сложно но я думаю это будет во всех тягачах так здесь же я сижу на самой низкой посадке у меня выключена подушка и вот я себя чувствую шикарно просто подлокотнички когда сильно руками махают что-то рассказываю конечно же не использую так целом положил поехал да здесь конечно в старых европят и была подушечка это было круто но здесь почему-то нету ее ну просто привычка такая не на подлокотник ложить а на дверьку как-то как-то так не знаю удобней что ли но и в целом посадка шикарная значит по поводу всей панели вообще в целом да не к чему придраться я говорил там про материал но я говорил ребят не то что то херня полная нет я говорил то что она царапает а с этим нужно быть очень аккуратным то есть там там сдувать пылинки короче вот но само качество охрененно реально охрененно уволь вы такого качества нет у мерса просто подавно такого качества нету и никогда не было здесь все сбалансировано все так как как бы ну оно сочетается все вместе руль кнопки да кому то неудобно после volvo опять-таки только после volvo возможно что нету здесь под левым пальцем управление круиз-контроль но это дело привычки мне на самом деле как-то плевать дисплей вот реально это тоже крутая вещь для меня лично я полностью противник вот этих вот сраных в грузовиках планшетах ну и все пошли вот под одну волну mercedes и volvo всех у них эти планшетики полупокерские а в скане четкий солидный серьезный то есть кнопки все нажимай кнопки вручную нажимай сенсор а что сделали в тех грузовиках сделали сенсор там туда закинули все менюшки он у вас просто-напросто накрывается и все здесь у вас накрылся сенсор у вас есть кнопки управления пожалуйста радио навигация у вас все останется рабочие это огромный плюс ну и дальше конечно же двери вот панели все вот эти вот ящики нету никаких то скрипов требезжание каких-то биений ну если он вот у меня то есть все расположено все на своих местах все хорошо я между личные вещи да и конкретно от машины никакие звуков не происходит в volvo они происходили почему-то у меня тоже там что-то это там шат подшатывается там что-то там дребезжит что-то там в общем я не мог никогда сделать так что у меня была тишина вольве я не знаю почему но понятное дело когда мы берем старую сканию там уже будет все дребезжать ну и опять-таки здесь еще маленький пробег возможно и здесь все за дребезжит и будете ехать как на балалайке ну и конечно же раз уже заговорили про балалайке у меня подушки на подушках это конечно шикардос я просто вспоминаю последний трехвостник белую сканию у меня были рессоры спереди и конечно зимой на перевалах где дороги немножко такие вот это ну трясет после опять-таки подушек то есть на красной которая ездила херентесе хер 300 были номера да там были подушки спереди ну я реально кайфовал то есть ехал машина плывет шикарно просто и потом я сел на рессоры передние я понял что это просто жесть реально это дубовая машина вот и здесь тоже подушки они отрабатывают шикарно также в поворот она заходит отлично за счет своей конечно же средней базы у меня не короткая база у меня средняя база от этого у меня ну управление еще более лучше а когда опускаю ленивец то у меня вообще на просто ну если например пустым мы возьмем иногда по серпантину опускаешь ленивец у тебя управление становится при превосходное можно так сказать вот потому что все таки с поднятым ленивцем вас немножко будет так по отшатывать здесь опять-таки да центральная консоль вся передо мной тоже здесь все гармонирует все на своих местах ничего лишнего здесь по кругу вы можете выбирать все настройки тогда там все что хотите расход время тахографа то есть вы это можете все выносить на центральный этот дисплей там получается 4 до лево слева справа сверху снизу вот эти вот вы можете все это заполнить без проблем но я как бы ничего не заполнял мне нравится более пустота и я ставил себе только процентность топлива от blue и топлива вот так же это круто все горит ночью не мешает ни разу и шикарно в случае чего уже да если глаза начинают подрезать как это все круто выключается просто клац и у вас потухает все и мафан и этот и ну все едете полной темноте по поводу дисплея навигации тоже классная функция выключение дисплея дисплея загорается у нас значок скани ну и мы едем например навигация включена взмахом руки возле него он у нас загорается потом руку когда обратно убираете он обратно потухает вообще классная вещь просто реально я тащусь по ней балуюсь еду так иногда от тебя значит что я хочу сказать по поводу скани скания во первых самый мощный тягач в мире 770 лошадиных сил самая заряженная их версия в 8 да там китайцы сделали там на шумиху фейковые новости кита накидали может быть они создали какой-то грузовик но ребята там нету никаких 800 чем-то там кобыл просто забудьте эту новость и больше никому об этом не говорите скани является самая мощная 770 кобыл все на этом тема закрыта и к чему я что этот тягач скани единственно верно у кого огромная и широкая вот это вот линейка двигателей то есть до разнообразной конфигурации вода любые работы вообще просто абсолютно любые каждый себе найдет и грузовик сканию с нужным мотором надо экономить будет экономить надо мощность будет мощность там надо проходимость будет проходим то есть ну любой на любой вкус и цвет только башля и все ну ни один другой серийный сидельный тягач например не может похвастаться такими таким разнообразием то же самое с аксессуарами то же самое с салоном у скани просто вот вы можете пихать и пихать и пихать сколько у вас есть денег на все можете запихивать потому что каталог скани очень огромный и очень на самом деле крутой самые наверное крутые оригинальные аксессуары это тоже у скани плюс тюнячка все любят скани тюнить да на трак-шоу вы на всех трак-шоу практически 50 процентов будут скани то искание популярная для этих дел и у кого есть деньги они любят и конечно за фаршировать и всем показывать никто что вы не запрещает это прикольно на самом деле опять-таки в 8 все вы 8 вымерли 1 скания держит эту марку свою 8 да там есть спец тягачи по моему какие-то умана да вроде если я ничего не путаю в 8 остался какой-то двигатель но все на этом то есть в серийном производстве мы берем серийное производство регулярно у нас в 8 только у скани зеркала да да у скани есть уже машины без зеркалки это конфигурация но в скандинавии на зиму это мало кто использует все такие проблемы с ними существуют ну и пока это все в таком кто-то берет на европе я думаю уже часто вы видите скани без зеркал навигация то же самое сканевская навигация вам ничего не надо думать вам не надо ничего покупать какие-то там гармин и том том и шман том и да там кому-то там надо там чтобы прям ему там каждый километр рассказывала где там этот самый там что там туда-сюда ну скандинавии это не актуально на самом деле да в европе я может быть с вами соглашусь вам там что-то надо здесь отлично мне мне нахрен ничего не надо никакая информация там ничего знак есть вот 70 пожалуйста едь 70 ну все что то вам еще надо по поводу чтобы вам навигатор там показывал или что но я этого честно не понимаю и никогда не понимал когда люди выкидывали бешеные бабки там 500 600 тысяч евро за гармин какой-то сран я пользовался всю жизнь ай-гоу я никогда никуда не приехал в какую-то жопу где я не смог выехать у меня нету кстати ни одного штрафа за скорость на грузовике у меня ни одного нету штрафа как за режим труда и отдыха так и по нарушению правил дорожного движения за все время ну то есть за время пока я работаю здесь уже в европе начиная с крейса так потому что когда я работал в пейсе там совсем другая история там нарушение были и все то все там было ну так работает компания потому что ну там по-другому никак и вот будет голосование я вам назову условия как это все будет происходить то я выступаю за скани и только потому что мне нравится просто вот этот дисплей вся эта панель это первое второе то что она я буду уверен этом тягачей зимой на тысячу процентов а вы ответить теперь мне кто пишет про маны дафы и веки там еще какие-то да а уверены ли вы зимой в этих тягачах и сюда приехав скандинавию подняться на перевальчик какой-нибудь она три подряд подняться спуститься по гололеду по всем этим отделам постоять в морозе там например хотите выиграть приз пишите самое лучшее мнение будет оцениваться всеми зрителями как оказал тоже опрос на моем канале что все любят читать комментарии большинство точнее большинство от этого у меня и зародилась эта идея почему бы и нет и так очень много было споров и просто под комментариями там была куча огромных ответов друг с другом ребята кто-то между собой там даже спорили ну прикольно в общем получилось на самом деле я не ожидал такого эффекта но и здесь как бы давайте пишите свое мнение люди будут оценивать будут предварительные результаты также на протяжении месяца этого оглашаться кто-то плюс там кто-то минус я все расскажу все покажу ничего скрыто не комментарий у которых набирают там будет лайки я их удалять конечно же не буду зачем мне это надо я вам по-честному все хочу подарить вот так значит свет скания снаружи это лучше свет который сейчас есть тоже у сидельных тягачей это однозначно лучше свет я смотрел у тех у тех у тех ну ну нету такого света ни у кого из тягачей опять-таки у тягачей скажите у кого есть замочки родные они у кого а если у кого-то не появится это не сперли у скани и такие такую идею никто не додумался скания сделала красота реальная тема просто круто не надо ничего думать клац и закрыт вообще шикарно значит стекла вот я где-то первые две наверное деле реально вот серьезном говорю я не понимал как работают стеклоподъемники то он открывается то он не открывается ну то есть это происходит например 40 пятка там просто пауза где-то там еду что как я думаю что за дичь вообще то есть я не понимал в какой последовательности они открываются то или надо зажигание включить чтобы открыть или что надо сделать хрен знает оказывается все очень просто если у нас закрыты двери у нас не открываются окна если у нас закрыта одна из дверей на той двери которая закрыта окно не открывается та дверь которая открыта окно открывается и нам зажигание к не надо ну вот такая вот интересная фишка у скани довольно таки прикольно да должен я отметить еще конечно же шум шум двигателя который минимальный то есть тягач очень как сказать бесшум так вот короче он не шумный нормально то есть с учетом этого что у меня сама по себе шумка в принципе она отсутствует до стекла как бы обычная там стенки я думаю будут лысая ну конечно может быть я ошибаюсь возможно я это и проверю когда-нибудь ну и в общем результат какой что вот мое мнение для работы тем более для скандинавии скане номер один по кабине ну на для лично для меня это лучше тягач в котором я ездил да я катался на mercedes да там много места как-то так что-то ящики все дела но я не знаю почему но то он мне как-то не зашел как-то он мне не нравился даже что там место больше это как-то не спасала честно мне комфортнее гораздо комфортнее было после мерса в европятой скане то есть это гораздо в эрке ну то естественно с торпедой все как положено там гораздо как-то круче вот стримлайновская особенно которая будка блин я не знаю вообще классно то есть ну и здесь пространство у меня огромное место здесь мне много все ну я не знаю чем какой у вас там комфорт лучше там что там про то по все эти пишут я не знаю что у вас там вдох такое пишите в комментариях расскажите подробнее что вот вдохе такого есть что прям там ах там вообще да 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 я не знаю ребята что вам еще надо вот ну искание конечно же с это да она все равно заявляет хотя идет удешевление всех там лако лако красочного где-то отчетов каких-то там все-таки голландская еще тем более сборка поэтому особо внимание на это не стоит обращать но вот тоже как двери даже закрываются это просто песня вот ну так они закрываются только в люксовых автомобилях реально вот но кажется такая мелочь но это как-то так прикольно очень приятно даже их закрывать откажется просто можно стоять так класс 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 ну вот как холодильником дома бывает такое тоже послушать как он насколько он хорошо легенько прилипнет отлипнет потому что всех же всегда учат не хлопай холодильником не хлопай дверями в машине ну вот но и здесь то есть тоже в скане не нужно хлопать просто вот так вот легонечко можно толкнуть склад она закрылась но это круто конечно каким образом будет происходить голосование и решение является рискание с королем дорог все будет очень просто может быть кто-то не знает но на ю тубе дизлайки на самом деле не отключены они скрыты для обычных пользователей но для авторов они доступны и авторы могут врую сами выбирать будут ли дизлайки на их ним канале или не будут и у меня они включены и всегда были включены и значит что мы сделаем кто за сканию за то что скане король дорог ставим лайк кто за то что скане говно и никак не относится королю дорог ставим дизлайк и потом через месяц я вам покажу результат со своей студии ютуба откуда загружаю ролики с результатом какое количество дизлайков какое количество лайков получила это видео и так мы определим все таки какая скане у нас есть ребят вот так а с вами был федор и канал тракеры скандинавии всем удачи и пока